Всем привет! Меня зовут Полина. Я сейчас работаю в компании DogDog. Это сервис записи к врачам. Мы пока еще стартап, но недавно нас Сбербанк купил. Рассказывать буду про другой сервис, которым я занималась, про Rambler-кассу, потому что в DogDog я недавно, и у меня еще пока там каких-то таких интересных кейсов нет. Поближе. Так слышно, да? Отлично. Вот. И мой доклад, он продолжает тему B2B-продуктов, потому что Rambler-касса — это как раз B2B-продукт. И один из наших продуктов, это был построен по так называемой модели White Label. Она вообще на российском рынке как-то не очень популярна, но суть заключается в том, что одна компания делает какой-то продукт или сервис, и брендирует, ну, и есть какая-то компания-заказчик, у которой есть сильный бренд, но нет сервиса. И, в общем, компания продает этот сервис под своим брендом. Ну, это такой вид партнерской программы даже, можно сказать. Вот в качестве примера из известных, мне кажется, Aviasales, у них есть партнерская программа такая, и там тоже можно делать приложеньки, они прямо в личном кабинете дают, в общем, цветовую схему выбирать, и можно сделать себе вот такое приложение. Вот. Ну, и должен получиться в итоге такой вин-вин. То есть компания, которая бизнес, она получает быстрый запуск и конкурентное преимущество за счет того, что у нее есть такое решение, и возможность сконцентрироваться на своем основном бизнесе и не нанимать себе какую-то там команду разработки, не искать подрядчика, и вот это все, в чем у них просто нет компетенции. А компания-разработчик в данном случае получает новый канал продаж, экономит на маркетинге, потому что у партнера уже есть сильный бренд, в общем, в B2C, который все знают, и клиенты приходят, ну, пользователи приходят сами. Как у нас… Сейчас немножко про Rambler кассу расскажу, потому что это продукт B2B, и многие просто не знают, чем он занимается. Все думают, когда слышат кассу, говорят, а, это, наверное, как Яндекс.Деньги или как Яндекс.Касса, но что-то про оплату, что-то можно купить. Да, это сервис, который реализует все сценарии продажи билетов в кино, концерты и различные другие мероприятия, но его, наши основные клиенты, это именно партнеры, это именно были там сети кинотеатров, какие-нибудь ВДНХ, Порт Горького, Музей современного искусства и прочие, ну, такие другие бизнесы, которым нужно эти билеты продать. В общем, мы им предоставляли сервис. И у нас были продукты, основной наш продукт, это был виджет, который устанавливался на сайты партнеров и вот реализовывал все эти сценарии от выбора мест до оплаты и момента, когда клиент получает, собственно, свой билет. Также у нас с нами можно было синтегрироваться по API, и для мобильных продуктов у нас была библиотека, вот тикет SDK, который можно было устроить в мобильное приложение, а также был такой продукт, как вот эти приложения White Label. И, ну, White Label мы делали только для кинотеатров, для других партнеров у нас такого не было. Вот, и, ну, кстати, один из наших партнеров, которого знают точно все, это Fisher.ru. Хоть мы входим в один холдинг, все равно у нас там, как бы, отношения партнерские, это разные юрлица и, ну, в общем, как бы процент мы с них, свою прибыль с них тоже получали. Вот, ну и доход, это процент с оборотом, в общем, с продаж. Ну, расходы, понятно, здесь там разработка, поддержка, лицензии, эквайринг и все к этому причастны. В чем же заключалась суть продукта в этого приложения? Наш клиент, в данном случае сеть кинотеатров, получала нативное мобильное приложение, в котором, ну, можно было купить билеты полностью онлайн. И также там еще были удобные способы оплаты. Все данные там отправлялись по чекам в налоговую, что нужно было обязательно по 54-му ФЗ. И также там еще была такая фича живой билет, которая, в общем, позволяла клиенту не сканировать, не печатать билет, а он мог, ну, контролеру просто билет показывал, и там контролер проверял некую защитную механику и пропускал клиента в зал. Это там решало их боль с очередями на входе в зал и с очередями в кассе. Поэтому кинотеатры были заинтересованы в таком сервисе. Но от кинотеатров мы получали процент с оборотом продаж через эти приложения. И, ну, как мы ожидали, мы получим от них какое-то еще продвижение со стороны и целевой трафик. Потому что у нас так случилось с виджетом, то есть самая целевая киношная аудитория, она заходит на сайты кинотеатров. И там ничего делать не надо, они приходят сами и сами конвертируются, там все прекрасно. Мы ожидали, что такое случится и с приложениями, но с приложениями такого не случилось, почему, расскажу чуть позже. Вот, выглядело это примерно вот так, то есть они были все одинаковые, там просто фирменные цвета менялись, менялись логотипы, какие-то фоточки кинотеатров, и еще у них была страничка, на которой они могли в веб-бьюшке открыть все, что захотят, какую-то там ссылку, может быть, на свой сайт, на акции. И, ну, в общем, не важно. Вот, основная проблема всей этой истории была в том, что стоимость разработки и саппорта была прям сильно больше прибыли, которую мы получали с кинотеатров. То есть у нас было несколько крупных партнеров, с которыми все было хорошо, они, ну, как будто те приложения, которые мы делали для них, они были прибыльные. Вот. И была всякая мелочь, у которой просто там было очень мало пользователей, тем не менее поддержки все равно все это требовало, и, в общем, все было плохо. То есть изначально продукт запускали для того, чтобы скорее не для того, чтобы на нем заработать, а чтобы дать какое-то еще конкурентное преимущество. Потому что на этом рынке у нас были конкуренты, которые делали похожие решения. И нам нужно было чем-то еще выделиться, что мы вот кроме виджета или там интеграции по IP, какого-то удобного личного кабинета, у нас еще есть приложения. Пожалуйста, такие они классные, давайте мы вам сделаем. Наделали приложение, и потом не знали сами, что с ними делать. Ну, мы решили, что тут, ну, очевидно, что два пути. Нужно уменьшать стоимость разработки и как-то стараться увеличить доход. То есть чтобы уменьшить стоимость разработки, во-первых, мы как бы унифицировали дизайн. Я там общалась со всеми, не со всеми, но с ключевыми нашими партнерами, кинотеатрами, выявляла какие-то основные кейсы, которые наиболее важны. И исходя из этого родился новый дизайн. Часть мы просто выкинули того, чем практически никто не пользовался, но тем не менее нужно было как-то поддерживать. И уже когда СЛЗ продавали, они уже как-то более четко говорили, что они продают, потому что сначала этого четкого регламента не было. Важно было просто что-нибудь продать. И с точки зрения разработки тоже мы вынесли большую часть конфигов на сервер и могли этим управлять СМС. То есть нам не нужно было перевыпускать приложение каждый раз, когда партнеру нужно что-то поменять. Такие запросы часто приходили. Например, поменялся номер телефона поддержки или замените нам какие-нибудь фотки, еще что-нибудь. И получается, что мы тратили на это ресурсы разработчиков. Разработчики, естественно, были недовольны такими скучными задачами, что им нужно просто менять номер телефона. Тестировщик должен был все-таки все это перетестировать, потому что там оплата, мало ли что. На этом очень много ресурсов тратилось. И еще один момент, это не касается стоимости разработки, это скорее касается бизнес-модели, мы ввели фиксированную минимальную стоимость, которую кинотеатр должен… То есть если он процентом с оборота не достигает этой минимальной суммы, то он должен ее нам доплатить деньгами в любом случае. Вот. Еще мы работали очень плотно с кинотеатрами. И, в общем, они начали нам помогать в оффлайне продвигать эти приложения. То есть они там у себя уже вешали какие-то баннеры, кассиры рассказывали пользователям, что вот есть такое приложение, через которое можно купить, допустим, живой билет. Вот этот наш «Не стоять в очереди». И это на самом деле сработало, потому что кинотеатрам пользователи доверяли больше, чем в какой-то там рамбер-кассе, про которую они вообще ничего не знают. И то есть это вообще просто какая-то нереалистичная ситуация, что пользователь сам пойдет в App Store и начнет там искать по названию кинотеатра приложение. Ну, такие, конечно, были, но их было очень мало. То есть тут очень важно было, чтобы кинотеатр тоже играл на нашей стороне. Вот. Какие были результаты этого всего? Во-первых, у нас выпуск приложения стал занимать с тестированием, дизайном и с участием инженеров. Это три дня. До этого у нас это занимало где-то три недели. Потом, причем во всем этом выпуске время работы именно инженера-разработчика, оно было не более четырех часов, что важно. А все настройки какие-то в CMS-ке мог сделать просто специалист технической поддержки, который стоит, конечно, значительно дешевле, ну, примерно в четыре-пять раз, чем инженеры iOS, например. Вот. Инженеры избавились от скучных задач. Это, ну, важно, потому что команду демотивировали все вот эти какие-то задачки, где нужно цвет поменять или номер телефона. Они могли заниматься чем-то более интересным. Вот. Почти все настройки у нас делались с сервера. То есть следующий шаг, к которому можно было идти, это вообще вынести это все в партнерский кабинет, чтобы кинотеатры там сами настраивали. Но я уже ушла к этому моменту из этого сервиса. Вот. И обновление приложения мы смогли уже делать только раз в год и не тратить там время на регресс, вот не перетестировать ничего, не пересобирать. В общем, затраты на поддержку уменьшились примерно в 10 раз. Ну, и за счет того, что мы еще получили помощь в продвижении больше пользователей, модель наконец-то сошлась, и мы вышли, в общем, на прибыль. Ну, сейчас еще последнее скажу перед тем, как перейдем к вопросам. Все равно эта тема такая была многообещающая, как зарабатывать на ватлево-приложениях. Скорее, я бы сказала, как немножко заработать на ватлево-приложениях. Много зарабатывать все равно на них не получилось по сравнению с нашими другими продуктами. И скорее назначение такого рода продуктов – это дополнительное конкурентное преимущество на рынке. Но как самостоятельная тема, я бы, наверное, ее можно делать только в том случае, если ты реально умеешь делать эти ватлево очень быстро. То есть если можно собрать ватлево за три часа, или даже если партнер его может каким-то образом собрать сам, да, это так работает. Но если для этого нужны разработчики, там еще какие-то специалисты, все равно это получается не очень выгодно. И, в общем, сейчас я работаю в сервисе Док-Док. В принципе, мы тоже могли бы заходить в эту историю и для клиник делать какие-то ватлево-приложениях. Но это, скажем так, последняя, наверное, задача в моем родмапе, если вообще она там когда-то появится. Вот. Все. Всем спасибо. Вопрос. Все-таки про вайт-лейбл хотел бы уточнить, не совсем понял. Вы пришли в каком состоянии к вайт-лейблу? Был ли уже продукт или вы создали вот с нуля? И самое главное, как бы зачем вам был вайт-лейбл, важен ли он был? Могли бы вы без него создавать продукт под другим брендом? Спасибо за вопрос. Да, когда я пришла в продукт, эти вайт-лейблы уже были. То есть их уже наделали определенное количество, там порядка 15 штук на каждую платформу. И их нельзя было просто взять и отрубить, потому что партнеры ими пользовались. Но при этом эта история была очень убыточная, и что-то с ней надо было делать. Зачем как бы делали вообще вайт-лейбл? То есть можно было свой продукт? Почему именно рамблер касса, а не допустим какая-нибудь там просто касса? Сейчас сначала на первый вопрос отвечу. Во-первых, у кассы есть и свои витрины. В общем, но касса изначально, то есть это B2B продукт, и он делался для кинотеатров. Почему? Потому что у кинотеатров есть тот целевой трафик, которого нет у рамблера на самом деле. Ну то есть, как сказать, у рамблера есть там, допустим, афиша, которая тоже является партнером с афишей, есть определенный трафик, но вот у самого, у кассы есть сайт тоже, там есть какое-то количество покупок, но там, в общем, как бы продаж меньше значительно, чем с сайтов кинотеатров. И с сайтов кинотеатров просто обалденная конверсия, в отличие от собственных витрин. Ну, вы же могли под своим брендом на сайте кинотеатров сделать кассу, там, назвать ее касса какая-то, а вы именно рамблер касса. То есть у вас white label, рамблер получается? Нет. White label назывался… Да, это важный момент, который, наверное, мне очевиден, а я его не озвучила. То есть эти white label, он назывался не рамблер касса, это называлось, допустим, приложение Pioner или там приложение 5 звезд. То есть он назывался так, как называется сеть кинотеатров. И пользователь, когда скачивал приложение там в App Store или в Google Play, то есть для него это было как просто он скачивает приложение кинотеатра. Вот. То есть он не понимает, что это там рамблер или кто-то еще. Вот. Привет, спасибо за вопрос. Я Влад, дизайн лид в Real Time Board. У меня два вопроса. Первый про старт. Вы не посчитали экономику и не определили ЦА, чтобы зарабатывать? Это первый? Ну, почему получилось, что вы работали в минусы, не с той аудиторией, которая вам как бы не генерирует прибыль, первый? И второй, можешь рассказать? Ну, могу по порядку. Давай на первый. Почему не посчитали экономику, не посчитали, почему ушли в обыдок? Почему не посчитали экономику? Ну, то есть мне уже это досталось в таком виде, в каком оно было, но я так предполагаю, что в целом у продукта там не стояла на тот момент бизнес-задача, чтобы оно было прибыльно. И он посчитал, что он сейчас вот как бы нишу займет и потом каких-то крупных клиентов наберет, с которых все это выйдет на прибыль. Возможно, мне кажется, что переоценили вот этот органический трейд, который должен был пойти от кинотеатров, потому что вот это очень круто работало с виджетом, с приложением и так не работало. Потому что, ну, с виджетом ты просто заходишь на сайт кинотеатра и покупаешь на сайте кинотеатра. С приложением не так. Ты должен все-таки пойти в App Store, что-то там начать искать приложение, вот это все. И мне кажется, что… Кул. И второй вопрос, скорее уточняющий. Можешь рассказать по таймлайну, сколько у вас заняла вот эта переделка? То есть вы поменяли партнеров, что-то отрубили, то есть это год, это месяц. Насколько быстро вы сделали этот пивот? Это около месяца. Около месяца там, в общем, суммарные затраты. Если взять команду, дизайн, там даже менеджеры, которые работали, там где-то это примерно 600 тысяч рублей. А убыточное это стоило в первый раз? Если честно, это было убыточно еще до того, как я вообще до этого сервиса пришла. Мне кажется, ну так… Год где-то она так жила, да. Вот по поводу… На сайте, да, вроде бы понятно. Встраивается просто виджет и органично покупается билет. А вот приложение отдельное. Я вот это первый мой вопрос не понял. Ну, реально мы когда хотим сделать какое-то разовое действие, сходить там в Люксор на проспекте мира, качать для этого приложение мобильное отдельно Люксора для одного похода в кинотеатр. Вроде бы есть там данные, что это для покупателя редкий очень кейс, для одного случая качать приложение. Почему вы, несмотря на это, делали таким именно образом? Он же может, например, извини, пока ты думаешь, ввести там Люксор в поиске, а на первом месте там та же касса вашего приложения, одно, которое гораздо легче поддерживать. Он видит, что можно купить там билет. Ну, тут есть такой момент. То есть на самом деле там мы проводили исследования, и аналитика говорила о том, что даже в крупных городах пользователи на самом деле ходят в один-два кинотеатра, и довольно часто это кинотеатры одной сети. Вот. И в чем плюс там, ну, как бы трафик с мобильных устройств, он рос. То есть у нас и рост трафика в нашем приложении, и мы понимали, что, в принципе, с мобилой людям нравится покупать, потому что там очень круто можно было привязать удобные способы оплаты, ничего не вводить. То есть ты в приложении можешь реально купить там, ну, где-то примерно за 20 секунд билет. Вот. На сайте ты так не сделаешь, и просто, в принципе, по использованию приложений люди, они как бы делятся на два типа. Вот. Кто-то любит приложениями пользоваться, а кто-то нет. Я про себя могу сказать. Я человек приложения, который делает все в приложениях. Кто-то, наоборот, не любит приложения и ничего не устанавливает, кроме мобильных банков или вот каких-то таких вещей, без которых почтового клиента и календаря, и чего-то без всего совсем не обойтись. Но есть определенный сегмент людей, которым нравится в приложениях делать. Ну, просто даже примеры простейшие самые, что на ум приходят авиакомпании, я не буду, скорее всего, там… Если есть авиаселс, зачем мне скачивать все там 20? Я, может, чаще всего летаю аэрофлотом, но вдруг есть билеты дешевле в S7, зачем мне качать три приложения, везде искать? Скачаю один авиаселс и там посмотрю. У меня стоит авиаселс, скайсканер и еще приложение аэрофлота. Ну, в разных кейсах они… Но у тебя же не все авиакомпании стоят, ты же не качаешься. Не, не все. Это потому, что авиаселс это нельзя сделать, но в рамблер кассе это можно сделать, поэтому… Дискуссия, дискуссия. Например, живой билет. То есть на сайте не было этого живого билета, а в мобильном приложении он был. То есть в чем суть этой фичи? То, что ты покупаешь электронный билет, тебе не нужно его печатать, сканировать, стоять в очереди в кассу. Ты просто приходишь, показываешь его кассиру, он проверяет там некую защитную механику и пропускает тебя в зал. Вот, например, такое было. Ну и плюс еще, что очень нравилось нашим пользователям, на самом деле это Apple Pay. Прям Apple Pay. Ну, потом мы и на Виджете его сделали, но когда с мобилы покупаешь, в Виджете тоже можно было Apple Pay оплачивать. Но все-таки это была Mobile First история, и веб она позже уже пришла. Apple Pay круто. Но последний вопрос, хоть и про B2B презентацию, вопрос клиента. Я честно не пойму, зачем, почему вы хотите монетизировать меня, почему в кассе билет 400, у вас 440. Ну вот лично для меня я как бы в целом оцениваю там удобство положения очень высоко, и Apple Pay круто, и то, что это можно сделать не в кинотеатре, а у вас тоже круто, но, блин, все равно я качаю ужасно неудобный, простите, если кто-то есть из этого, качаю тут гребаный киноход, который просто, не знаю, и покупаю там, потому что там не то, что цена кинотеатра, они еще 10% скидку дают. Вот на этот вопрос я, наверное, сейчас не буду на широкую аудиторию отвечать, потому что там с этой наценкой, короче, это тема, которую мы не могли на нее влиять. Она пришла от акционеров, и мы просто не могли ничего с этим делать. Мы как продукты, конечно, тоже были недовольны. Очень тяжело развивать продукт, когда у тебя цена внезапно растет на 10%, и ты видишь кучу негатива везде, тебе самому это не нравится, но… То есть вы пилите то, что вы видите, не нравится ни вам, ни клиентам, но пилите. Ну я уже слабая, поэтому не скажу. Хорошо, спасибо. Не только из-за этого, но как бы… Ну, как бы в этом и вопрос, да. Не только из-за этого, но там было, короче, много таких решений в последнее время, из-за которых в очень жесткие рамки занимались продукты, и уже чувствуешь себя больше там project'ом просто. Ясно, спасибо. Привет, спасибо за рассказ, очень интересно. Меня зовут Антон, и я тоже делаю B2B-шный вейт-лейбл продукт. И прочувствовал хорошо всю твою боль, у меня очень похожая. Расскажи, пожалуйста, как вы переманивали кинотеатры на свою сторону. Понятно, что для партнера большое преимущество, что он с помощью вот такого вейт-лейбл решения задешево получает расширение ассортимента своих услуг. Но когда партнер идет на это, очевидно, что он идет, потому что не обладает экспертизой в этой области, не обладает экспертизой создания продукта, этого продвижения продукта, не обладает возможностями самостоятельно делать этот продукт, и, соответственно, занимается им по остаточному принципу, потому что для него это очевидно не кори бизнес, иначе бы он делал его сам. А каким образом в таких обстоятельствах удается кинотеатры переманивать на свою сторону и делать так, чтобы они способствовали развитию продукта, а не выступали такими ребятами, которые скорее либо проблемы какие-то приносят, либо профит, но очень незначительный, либо своеобразный. Опять же, наверняка у них какие-то свои представления о маркетинге, как это должно продвигаться, и они могут давать некачественный клиентский опыт. Например, маркетинг кинотеатра, я не знаю, условный какой-нибудь кинотеатр, я видел, что есть white label с кинотеатром Южно-Сахалинска у вас, что-то там Южно-Сахалинск, чего-то там. Наверняка там могут быть не самые крутые маркетологи, и у них могут быть свои достаточно специфические представления о том, каким образом все должно продвигаться. А на ваш продукт это тоже влияет. Как вы взаимодействуете с кинотеатром, как помогаете им переходить на вашу сторону, и как поддерживаете какую-то адекватность с их стороны? Спасибо за вопрос. Да, мы как бы прошли всю эту историю и пришли к тому, что у нас было несколько активных партнеров, которые были готовы нам поверить и делать так, как мы… ну, как доверить нашей экспертизе и делать тот же маркетинг, так, как мы считаем нужным. И, в общем, у нас с ними получились успешные кейсы. И эти успешные кейсы мы могли потом показывать другим партнерам, там, рассказывать, почему нужно делать именно так, а чтобы у них порог входа был еще меньше, мы сами подготовили креативы, там, постеры, видеоролики, которые они должны размещать, какие-то скрипты, как должны сотрудники себя вести. Они, конечно, не все из этого делали, но даже когда они начинали делать частично, уже это давало какой-то профиль. То есть вы за них делали их работу, получается? Мы просто ее сделали один раз и на всех распространили. Но это же надо каждому кинотеатру разъяснять, объяснять, отвечать на вопросы. Это же тоже операционная деятельность, которая не способствует тому, чтобы вы из убытков выбирались. Ну, это не так много прям занимало времени. То есть, в принципе, с этим, если это были какие-то ключевые вопросы, с этим справлялась либо я, либо маркетолог. Если это какие-то были более простые вопросы, с этим справлялась техническая поддержка. То есть техническая поддержка, они там вообще очень маленькую часть своего времени на это тратили. Но если вы за них делали эту деятельность, то тогда мне тоже не совсем понятно, зачем в таких ситуациях в принципе white label. Потому что если вы за них делаете маркетинг, делаете промо-материалы, объясняете, как это должно быть все устроено, вы бы точно так же могли свой бренд им давать, чтобы они точно так же с ним работали. Мы не могли, по ряду причин. Ну, потому что у нас там конфликт интересов. То, что Ramberkassa – это про билеты в кино и концерты и так далее. И афиши про то же самое. Вот. Ну и то есть мы не могли. Нам нельзя было свой бренд продвигать. Анна, понятно. Спасибо. Ну, то есть как бы нам было четко обозначено границей, что Ramberkassa – это B2B продукт и все. И на своих витринах мы скорее просто тестировали какие-то сценарии, отлаживали их. Мы делали сначала у себя там в кассе, а потом уже распространяли на партнеров. То есть это там на кинотеатры и на афишу, собственно. Вот. И просто свои витрины, опять же, мы не убивали, потому что они приносили деньги какие-то, там была своя аудитория, но, допустим, лить трафик туда нельзя было. У меня такой вопрос немножко, не знаю, отвечешь нет на него. Вы как бы не кинотеатр, вы делаете сторонний сервис, но при этом вы набрали экспертизу. Есть какой-то опыт, который вы привнесли к кинотеатре, который стал трендом индустрии. Я поясню, я с интернет-банками работаю, уже, кажется, все придумали, банки все придумали, но все равно появляются какие-то штуки, которые сразу массовыми становятся и становятся там эталоном рынка. У вас есть какие-то такие кейсы? Что можно придумать для кинотеатра, клевое, чтобы там это стало интересно? Ну, это живой билет. Достаточно сложная, на самом деле, сейчас с точки зрения реализации она вышла очень… Нет, ну, подожди, я спрошу, вот есть там… Ну, я в театры хожу, там, на кассах ру, мне ничего не надо, я просто на фамилию называю, у меня документ проверяют, все, я прохожу. Чем живой билет этот отличается? Ну, смотри, может быть, в те кинотеатры, в которые ты ходишь или на те сеансы, там нет очередей, но очень во многих кинотеатрах огромные очереди в кассу, и у клиентов, у зрителей часто бывает ботферт на тему того, что я вот купил билет онлайн, почему я стою все еще в очереди, почему я должен что-то печатать, а сканеры далеко не во всех кинотеатрах есть. И очень многим кинотеатрам сканеры просто дорого, потому что они, ну, там, должны купить их. Если бы везде были сканеры, то такой бы проблемы вообще не было, но везде сканеры будут еще очень нескоро, особенно за пределами Москвы и Питера. Да, у нас есть приложение сканер, оно работает как на, ну, вот в стойках, там iPad обычно просто стоит, это тоже мобильное приложение. Это же приложение можно запустить на iPhone, но мы, на мой взгляд, здесь, ну, опять же, тут начинал делать другой продуктолог до меня, сделали зачем-то на iOS, а каждому кассиру iPhone покупать никто не хочет. Надо было делать на Android. Такие решения, кстати, тоже есть, но они не работают с киношными билетами. Ну, вот на мероприятиях часто, наверное, видели, есть, как бы просто ходят с Android, с устройствами, сканируют и все, на фестивалях всяких, там, на концертах. Ну, почему-то сделали на iOS, что, ну, как бы сканеры, кроме кассы, еще Яндекс делает, у Яндекса тоже iPad'ы, тоже на iOS. Не знаю, почему на Android. А, ну, не знаю, я спрашивала, другой продуктолог сказал, что выбрали iOS, во-первых, потому что, ну, так же уже Яндекс сделал, значит, проверенное, а во-вторых, ну, как бы более стабильная платформа сама по себе, но, с другой стороны, уже сканер, это очень простое приложение, его можно было и на Android сделать. Все это, ребята. Всем спасибо большое.